Игроки Тоттенхэма упрашивают почти навернуться. Маунт и Кейн могут оказаться на Олд Траффорд. Реал готовит трансферную бомбу. Барселона снизила ценник на Ансу Фати. Реал Мадрид не смог договориться с полузащитником Марко Асенсио, так как не хочет платить футболисту более 4 миллионов евро за сезон. Ливерпуль по-прежнему уверен в том, что сможет заполучить футболиста сборной Англии Джуда Биллингема будущим летом. Однако красные должны пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон. Арсенал получил хорошие новости насчет потенциального подписания полузащитника Марко Асенсио, который может покинуть Мадридский Реал на правах свободного агента. Нью-Кассел лидирует в гонке за подписание защитника Манчестер Юнайтед Харри Магуайра, сообщает портал Найтин Мин. Правый защитник Диого Далот и Манчестер Юнайтед ведут переговоры о новом долгосрочном контракте, сообщает британский таблоид The Sun. Челси заинтересован в подписании вингера Наполи Ирвинге Лассано. При этом считается, что синие могут столкнуться с конкуренцией со стороны Вулверхэмптона. Манчестер Юнайтед готовит огромное предложение по полузащитнику Реала Эдуардо Камовинге. Манчестер рассматривает его как будущую звезду мирового уровня, поэтому готов выложить 130 миллионов евро. Главный тренер Арсенала Микель Артета сосредоточен на работе в стане канонеров, несмотря на некоторые слухи, которые связывали его с переходом в Реал. Футбол Инсайдер сообщает, что этим летом нападающий Роберто Фермино, который покинет Ливерпуль в качестве свободного агента, может перебраться на Ближний Восток. Полузащитник Лацио Сергей Милинкович Савич выбран Ювентусом как потенциальная замена хаффбеку Адриэна Рабьо, который летом следующего года станет свободным агентом. Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что Манчестер Сити придется выложить рекордную сумму за трансфер защитника Лейпцига Ёшко Гвардиола. Также за таланта быков сражаются Ливерпуль и Челси. Ливерпуль отправил скаутов для просмотра игроков Бенфики в прошлую пятницу. На радаре у красных 20-летний защитник Антонио Силва и опорный хаффбек Флорентино Луис. Тоттенхэму и еще двум клубам АПЛ интересен Дет Зерби. Тухель Франк и Марку Силва тоже нравятся шпорам. Лионель Месси настроен остаться в ПСЖ. Позиция форварда не изменилась. Никаких других вариантов он сейчас не рассматривает. Агент Анчелоти прилетал в Бразилию на выходных, чтобы прочувствовать футбольную атмосферу в стране. Карло может возглавить сборную летом. Билеты на матч Барса и Реала раскупили менее чем через час после начала свободной продажи. Бенфика продлила контракт с фратарем сборной Греции в Лохадимаса до 2027-го. Динамо за оформление Фан-Айди подарит 1923 рубля бонусами на покупку атрибутики и билетов. Советник ПСЖ по спортивным вопросам Луиш Кампуш не собирается покидать клуб. Он намерен выиграть Лигу чемпионов. Игроки Тоттенхэма рассчитывают на возвращение Маурисио Почеттино на пост тренера. По сведениям Sky Sport в клубе растет уверенность в том, что контракт с Антонио Конте продлен не будет. Ветераны скучают по смелой игре, которая была при аргентинском специалисте, и считают, что развитию игроков не уделяется должного внимания. Некоторые футболисты и работники клуба упрашивали Почеттино вернуться, когда такая возможность появится. При этом в руководстве, несмотря на теплое отношение к Маурисио, не забывают, почему он был уволен в 2019. Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн и полузащитник Челси Мейсон Маут входят в число летних трансферных целей Манчестер Юнайтед. The Guardian утверждает, что дуэт сборной Англии нравится наставнику Эрику Тунхагу, который планирует обновление команды. Нападающий Наполи Виктор Осимхен, который является еще одной целью красных дьяволов, вряд ли покинет клуб будущим летом. А вот Кейн видится на Олд Траффорд гарантией голов, так как не требует адаптации в английской премьер-лиге. Англичанин готов покинуть Таншпор после очередного сезона без трофеев. Маунт, который никак не может договориться с синими насчет продления контракта, тоже готов к переменам. The Guardian добавляет, что хавбэк Джуд Беллингем из Дортмундской Баруси вряд ли будет доступен для Юнайтед. Поэтому клуб решил переключиться на Маунта. Кильян Мбаппе не работает над уходом из ПСЖ и пока не решил, уйдет ли из клуба. ПСЖ вылетел из Лиги Чемпионов на стадии 1-8 финала, уступив Баварии по сумме двух матчей. Как сообщает журналист Фабрицо Романо, вокруг Мбаппе пока все спокойно. Активных контактов с другими клубами по поводу возможного трансфера нет. На данный момент никаких решений не принято. В этом сезоне Мбаппе очень вовлечен в дела команды, он действительно хочет выиграть Лигу Чемпионов с ПСЖ. Парижане хотят сохранить Кильяна в составе, чтобы строить команду вокруг него. В этом сезоне у Мбаппе 30 голов и 7 голевых передач в 31 матче за ПСЖ во всех турнирах. Реал планирует обновить состав команды в летнее трансферное окно. Как сообщает The Independent, мадридцы хотят заполучить в межсезонье полузащитника Джуда Беллингема и нападающего Эрлинга Холланда. Отмечается, что Реал оптимистичен в отношении трансфера Джуда Беллингема после встречи с представителями футболиста. Что касается Эрлинга Холланда, то сливочные будут пытаться переманить норвежца из Манчестер Сити уже ближайшим летом. Вероятно, именно Холланд, а не Кильян Баппе, является главной целью мадридцев, стремящихся найти долгосрочную замену для Карима Бензема. Эрлингу Холланду 22. Эксперты портала Трансфер Март оценивают игрока в 170 миллионов евро. Барселона продолжает испытывать финансовые трудности, поэтому клуб открыт к продаже форварда Ансу Фати. Как сообщает испанское издание Спорт, каталонцы решили снять и запрашиваемую сумму за Трансфер Фати. Теперь синегранатовые готовы продать 20-летнего игрока не за 100 миллионов евро, а дешевле. Ансу Фати слухи связывали с целым рядом клубов, в частности с английским Ливерпулем, Манчестер Юнайтед и Тоттенхэмом. В сезоне 22-23 Фати провел за Барселона 36 официальных матчей. В них футболист записал на свой счет 6 голов и 3 голевые передачи. Ювентус ищет варианты по усилению своего состава на летнее трансферное окно. Как сообщается, в сфере интересов туринского клуба находится полузащитник Родриго Де Пауль. Отмечается, что Атлетико будет готов расстаться с Де Паулем, ведь мадридцам в нынешнем финансовом положении нужно продать нескольких игроков. Старая сеньора будет готова предложить матрасникам за аргентинца около 40 миллионов евро. Отметим, что в декабре 28-летний Родриго Де Пауль стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Всего за Атлетику аргентинец провел 73 матча, в которых забил 6 голов и отдал 5 голевых передач. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова